Дорогие друзья, приветствую вас на своем винном канале. Меня зовут Мария Чебутова и сегодня мы поговорим с вами о винной пробке. Казалось бы, ну какая разница, чему будем закрывать бутылку, ведь главное это то, что находится внутри. Но не так-то все просто. Дело в том, что по винной пробке мы можем сделать некоторые выводы о содержимом бутылки. И более того, пробка у нас способна влиять на то, что находится в бутылке, поскольку одно и то же вино под разными пробками будет развиваться по-разному. И это очень интересно. Поэтому в выпуске сегодня мы будем говорить о том, какие бывают пробки, кто их изобрел когда-нибудь, или с какими свойствами они обладают, как влияют на наше вино. Поэтому смотрите обязательно до конца. Ну и прежде чем мы пойдем дальше, я хотела вам напомнить о том, что на ютубе лайк это эквивалент слова спасибо. Поэтому если вы считаете меня блогером, достойным поддержки, то я буду вам благодарна, если вы поставите мне палец вверх и подпишитесь на мой канал, если вы вдруг до сих пор не подписаны. Ну что, поехали. Когда же у нас появились винные пробки? Когда начали их использовать? Это случилось в то же время, когда изобрели стеклянные бутылки. Англия, 17 век, новое время. Дровяные печи меняются на угольные печи. Становится дешевле, гораздо и проще производить стекло. И уже со следующего века, с 18 века пользуются огромной популярностью стеклянные бутылки для хранения вина. Раньше для этой цели использовались винные бочки, глиняные амфоры и бурдяки. Единственным вариантом у купорки на тот момент была пробка из цельного куска коры пробкового дуба. И сегодня этот материал является у нас таким самым распространенным и популярным. И в этом плане пробка очень напоминает саму винную бочку. Кто смотрел мое видео про винные бочки, тот знает, что и пару тысяч лет назад их использовали, и сегодня они остаются в большом почете. Итак, откуда же берется эта пробка натуральная из цельного куска коры? Вы правильно понимаете. Пробки растут на деревьях, в буквальном смысле этого слова. В средиземноморских странах, преимущественно в Португалии, ну а также в Испании, мелкими брызгами в Италии, во Франции, на севере Африки, это Марокко, Алджейра, Тунис, произрастает пробковый дуб. Пробковый дуб прекраснейшим образом приспособился к местному климату, такому жаркому и спепеляющему солнцу. И он отрастил себе такую большую толстую броню кору, которая защищает его от жары и от пожаров. Эта кора обладает уникальными свойствами. Во-первых, термоизоляционными свойствами. Кора очень гибкая, эластичная и также не пропускает воду, поэтому прекрасно подходит для пробки. Более того, само дерево очень интересное. Производство пробок из коры пробкового дуба является очень таким экофрендли процессом, поскольку не требуется уничтожать деревья. Достаточно лишь просто аккуратно срезать с них кору, и через 9 лет дерево полностью восстановится, и можно будет срезать новый урожай каждую декаду в процессе жизни дерева это 150 или 200 лет. Итак, что же происходит? Берут кору пробкового дерева и вырезают оттуда цельные пробки. Это самые качественные, самые дорогие пробки, стоимость которых может даже превышать 1 евро. Таким образом, вы догадываетесь, что если в супермаркете вы видите бутылку за 5 евро, себе стоимость вина будет где-то 1 евро, и очень и очень жалко отдавать еще 1 евро за пробку. Поэтому, как правило, такие пробки из цельного куска коры используются для более качественных вин из среднего или премиального сегмента. Ну, а та кора, которая по какой-то причине не прошла фейс-контроль, не прошла кастинг, она отправляется на измельчение, там смешивается с клеем пищевым, отправляется под пресс, запекается, и из этого материала вырезают новые пробки. Это уже такие пробки из гранул, из стружки, да, называются агломерированные пробки, которые, понятное дело, будут стоить гораздо дешевле. Они бывают разных типов, бывает пробка полностью сделанная из гранул, либо берут пробку и сверху, и снизу приклеивают такую нашлепку уже из цельного куска коры, для того, чтобы вино не соприкасалось непосредственно с клеем, а соприкасалось с цельным куском коры. Производство у нас абсолютно безотходное, потому что все, что остается, отправляется на другие производства. Например, благодаря термоизоляционным свойствам кора пробкового дуба используется для напольных покрытий, также в качестве утеплителей. Более того, в кинотеатрах, в звукозаписывающих студиях используют этот материал, поскольку он обладает звукоизоляционными свойствами, и также в автомобильной промышленности делают разные маленькие детальки, поскольку очень эластичный материал, и также он помогает снизить вибрацию. И на этом моменте можно было бы предположить, что, возможно, это видео спонсируется кем-то из пробковой индустрии, но, к сожалению, я до сих пор работаю за бесплатно. Ладно, это была шутка. Дело в том, что в этом прекрасном материале есть и свои минусы, да, своя такая ахиллесовая пята, или, я бы сказала, ахиллесовые пятки. Итак, кора пробкового дуба – это материал пористый, и в этих самых порах могут завестись грибки, которые дают вещество, которое может напрочь испортить наше вино. И вещество это называется TCA – трихлоранизол. И самый большой секрет винной индустрии заключается в том, что каждая 20-я бутылка под пробкой из коры дуба у нас будет заражена. Но не пугайтесь, на здоровье это никак не сказывается, но это сказывается на том удовольствии, которое мы получаем, или, наоборот, не получаем от вина, поскольку TCA, он дает такие неприятные ароматы в вине. Будут ароматы мокрого картона, такого пыльного мешка, сырого подвала, гнеющей картошки. В общем, удовольствие всякое TCA убьет напрочь. И не то, чтобы в вине очень много этого вещества. Все дело в том, что чувствительность наша к нему крайне высокая, и мы даже его можем почувствовать в концентрации совершенно минимальной. Это 5 PPT parts per trillion, то есть 5 частей от триллиона частей. Не совсем понятна, какая это концентрация, но если провести аналогии со временем, то это было бы 5 секунд в 64 века. Представляете, какие микро-микродозы. И не нужно мне тут писать, что я оговорилась, я не оговорилась. Эту информацию я прочитала в книжке Wine Science, и теперь ее вам передаю. И вы представляете, как обидно, может быть, неприятно приобрести бутылочку вина, какого-то очень интересного, очень классного, которое так любопытно попробовать. Возможно, оно будет премиальным и стоит достаточно дорого, пару тысяч евро, и вдруг оно окажется у нас испорченным. Это очень обидно. Поэтому винная индустрия стала искать альтернативные варианты укупорки, которые могли бы спасти вино от TCA. И в этой сфере хороших результатов добилась организация AWRI, это Australian Wine Research Institute, австралийский винный исследовательский институт, который рассматривал поведение изменения одного и того же вина под разными видами укупорки и сделал некоторые выводы. Во-первых, они пытались определить критерии, которым должна соответствовать пробка. А должна ли она быть полностью герметичной или должна все-таки пропускать кислород? Из какого материала лучше всего делать винную пробку? И они оценивали несколько факторов. Первый – это Oxygen Transmission Rate, то есть способность пропускать кислород. С одной стороны, если пропускная способность будет очень высокая, это оказывает негативное влияние на вино, потому что вино у нас быстро окислится. С другой стороны, если упаковка у нас, пробка, будет совершенно герметичная, тогда происходит обратная ситуация – редукция, что тоже является дефектом в вине, потому что дает неприятную ароматику кислой капусты и резинки, да, такой стирательной, редукция. Поэтому у нас укупорка, пробка должна все-таки пропускать кислород, но в микро-микро-дозах, для того, чтобы обеспечить хорошее взросление и развитие вина в бутылке. Также у нас есть такое понятие, как Flavor Scalping. Это скальпинг вкусов и ароматов, то, о чем говорят в пищевой промышленности. Подразумевается, что упаковка может некоторые ароматы с продукта забирать и отдавать какие-то другие неприятные ароматы. И согласно исследованиям института австралийского, разные типы укупорки, которые сейчас есть, обладают разными характеристиками в отношении УТР и в отношении того самого скальпинга. Итак, давайте сейчас с вами разберемся, какие же есть альтернативные методы укупорки и какими характеристиками они обладают. Итак, пластиковая пробка сделана из синтетических материалов. Преимущество ее в том, что она очень дешевая. Ну и преимущество на этом, в общем-то, и заканчивается. У нее высокий УТР, то есть пропускная способность кислорода, у нее высокий скальпинг, то есть она может оказать негативное воздействие на вино. Ее достаточно сложно вытащить из бутылки штопором, потому что она такая плотная. По этим причинам такая пластиковая пробка подходит для недорогих массовых вин, не предназначенных для длительного хранения, а предназначенных для того, чтобы быть выпитыми вскоро в ближайшем будущем. Следом идет у нас стеклянная пробка. Стеклянная пробка – это очень красиво, она очень гламурная. Конечно же, нет никакой пробковой болезни, это плюс. Она абсолютно нейтральная, это тоже плюс. Она не пропускает кислород, у нее низкий УТР, и это скорее минус, потому что это может привести к редукции, да, и скорее всего это приведет к редукции. По этой причине она не подходит для выдержки суперпремиальных вин, которые должны развиваться в бутылке, но также она очень дорогая, поэтому она не подходит у нас и для вин массового сегмента. Именно поэтому мы ее так редко встречаем. Дальше идет кронин пробка – это пивная пробка. Она выдерживает высокое давление, поэтому подходит для игристых вин. Например, игристые вины, сделанные классическим методом, используют ее для того, чтобы закрыть бутылку во время вторичной ферментации. Потом пробку эту снимают, избавляются от осадка и уже закрывают агломерированной пробкой. Ну а если вы в магазине увидели бутылочку игристого вина под такой пивной пробкой, то знайте, это у нас, скорее всего, будет Питнат Питьян Турель. Пока об этих винах я видео не сняла, но как только оно появится на моем канале, я здесь оставлю ссылочку. И мы приходим потихоньку к винтовой пробке, которая сейчас пользуется большой популярностью. За последние 20 лет ее популярность просто увеличилась астрономически. И это не случайно, а связано с тем, что она сочетает в себе большое количество плюсов, а минусов практически и нет. Итак, среди плюсов. Она очень дешевая, она легка в использовании, абсолютно нейтральная, и раньше она не пропускала кислород, поэтому, опять же, были сложности с редукцией. Использовали ее, как правило, для массовых вин, не предназначенных для хранения. Именно поэтому сложилось у многих потребителей такое негативное отношение, такая логическая цепочка, что если есть винтовая пробка с крюкой, значит вино дешевое, скорее всего, плохое. Но сейчас уже это совершенно не работает, потому что пробка винтовая модифицировалась. Сейчас делают небольшую прослойку внутри пробки, которая позволяет регулировать поступление кислорода. По этой причине эта пробка у нас идеально подойдет как для массовых, недорогих вин, так же для суперпремиальных вин. Примеры я оставлю вам на фото здесь. И, конечно же, полностью избавляет нас от ТСА, от болезни бутылки. Таким образом, мы видим, что одни плюсы есть у этого вида укупорки, только один минус. Нету романтики. Ведь для многих людей важен сам процесс открытия бутылки вина. Это определенный ритуал, который как бы подготавливает тебя к будущему удовольствию. И эту проблему тоже можно решить. На просторах интернета, а точнее на просторах ютуба, я увидела видео Евгения Богданова, где он показывает, как можно очень эффектно презентовать бутылку вина с винтовой пробкой. Я, честно вам признаюсь, еще не повторила этого подвига, поэтому я просто оставлю ссылочку в описании к этому видео, чтобы вы посмотрели сами это видео. получите максимальное эстетическое удовольствие. Итак, все. Я рассказала вам, ребята, что планировала про виды пробок для вина. На этом все. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока. Чао-чао.